Интернет-пространство сегодня доступно всем, и часто дети знают о нем намного больше, чем их родители. Как говорят психологи, в погоне за качеством жизни взрослые не успевают уделить внимание ребенку, и он вынужден искать общество в виртуальном мире. Вчера спрашиваю, как дома, на что мне отвечать. Ну, иногда ругаемся. Я говорю, ну а причина? Ребенок отвечал очень просто. Он говорит, вы знаете, когда мама бежит с работы на ногти, ногти делать, она бежит сломя голову. Но если на ногти где-то не надо, она задерживается на работе. Я говорю, хорошо, рад себе. Получается неприятно, что вот мама бежит заниматься самими делами, конечно, у нее же назначено это время. Мама говорит, а ко мне? Дети живут и общаются в интернете, заявляют психологи. А между тем их психика еще не до конца сформирована. И выбирать из огромного потока информации безопасную они не в состоянии. Как раз те части мозга, которые отвечают за оценку, за критику, за понимание, за прогноз, вот эта корковая часть, она еще не сформирована. А часть мозга, которая отвечает за эмоции, за мотивации, за фантазию, вот она уже работает. Поэтому у детей, у них вот в этом возрасте действительно способность понимать, оценивать свои поступки, она еще не развита. В социальных сетях непонятых родителями подростков встречают с удовольствием. Сотни групп рассказывают о том, как избавиться от всех проблем сразу. Уход от них здесь принимают форму целого культа. Специалисты говорят, что детям это не кажется страшным. Для них это круто, это прикольно, это игра. Научить наших детей, уметь самих принимать решения, и самих уметь отфильтровать вот тот негативный контент, который может причинить им вред. То есть не только по пути запрета, тебе запрещено это, тебе запрещено это и так далее. А именно детей уже учить, самим принимать решения о том, что для них есть хорошо, что плохо. Вопросы из разряда, что ты сегодня кушал и как прошли уроки, это не общение с ребенком, уверяют психологи, а в том виртуальном мире с ними действительно общаются. В первую очередь семья должна быть источником благополучия. Считаю, что все факты самоубийства несовершеннолетних, это все-таки в большей степени результат того, что семья где-то допустила ошибку, где-то упустила воспитание ребенка. Потому что те факты, которые у нас были в этом году, свидетельствуют о том, что дети приняли решение бесповоротно и окончательно. Авторитет родителей и контакт с ребенком имеют в этом вопросе решающую роль, говорят хором специалисты. При этом сотрудники МВД предлагают и практические меры блокировки подобных сайтов. На компьютер хотя бы, ну предположим, что это какой-то настольный компьютер, ноутбук или, скажем так, рабочая станция какая-то, на нее желательно установить антивирусные программные обеспечения, совмещенные с фаерволом, то есть которые могут ограничить не просто от действия вируса или вороносного программного обеспечения, а ограничить от посещения каких-либо как раз запрещенных сайтов, ресурсов, которых можно настроить. Екатерина Нерушкина, Дмитрий Аверкиев, Максим Зуйков и Роман Фенин, телеканал Эфир.